СЕСТРОРЕЦКИ Историй много похожих, но каждая из них уникальна по-своему. Об одной из них в стенах библиотеки имени Зощенко рассказала библиотекарь Марина Баулина. По архивным документам она проследила за удивительной судьбой одного из домов Сестрорецка, который находится на набережной реки Сестры. Там до революции жила семья ремесленника Уханова. Ему под постройку дома участок был выдан в аренду в 1899 году сроком на 99 лет. Дом был, конечно же, построен, и там, в числе прочих, жила дочка ремесленника Анастасия Уханова, выпускница высшего художественного училища при Императорской академии художеств. Ее работы хранятся, например, в Русском музее. Но вернемся непосредственно к дому Ухановых. В его судьбу, как пишет в своих воспоминаниях, мать художницы внесли серьезные коррективы революции и Первая мировая война. В 18-м году собственники здания были поставлены перед фактом, что дом теперь им и вовсе не принадлежит. Возвращаются они в домы, а дальше занята солдаты. И негде даже переночевать. Что же делать вообще, побыть? Ну, Гаррия Петровна пишет, что позволили им переночевать в этом доме солдаты. И с 18-го года до 23-го началась вот эта тяжелая, притяжелая история, как у Ханова боролись за свой дом. Это было им чрезвычайно трудно, потому что происходила муниципализация домов. И было сочтено, что Ухановский дом бесхвозный, да еще и барский, потому что. И вот все эти годы последующие Анастасия боролась за свой дом, Гаррия Петровна. Гаррия Петровна пыталась вступить в право наследства, да, смерть мужа в 18-м году. Ей отказывают, дескать, мало доказательств, нет документов, кроме некоторых свидетельств. Но все-таки, в конце концов, да, все-таки. Вроде бы и да, но тем не менее, к 23-му году дом был муниципализирован. Несмотря на всех мольбы, на всех обращениях в разные инстанции. Вот. А что же там располагалось? Что же там с солдатами? Значит, мало того, что там солдаты жили до 21-го года, Анастасия и члены ее семьи приезжали проведать дома. И им разрешали остановиться у них и сторожиха станции вермоловская, которая, по иронии судьбы, фамилия ее, Усанова, да, Просковья Усанова. И станционный сторож Александра Аниська, а также помощник Лесничева Николая Крученых давали возможность переночевать. Они приезжали и все пытались понять, когда же мы сможем в свой дом-то уехать обратно. И только к 21-му году уехали солдаты из дачи, вот, собственно, из этого дома подлетели А. И здесь располагались также окопы неподалеку, блиндажи, и были установлены четыре кушек. Анастасия Васильевна и Дарья Петровна почему-то считают, что это было связано с Крамштадским мятежом. Но 18-й год и Крамштадский мятеж, они по срокам расходятся, да, изрядно у нас, там, 21-й Крамштадский мятеж. Вот, возможно, это было связано с тем, что все-таки Финляндия стала, в общем, приобрела независимость, да, и все-таки опасались движения со стороны Финляндии. Вот, какой смысл был установлены их пушки в том месте, да, в котором мы сами уже санализованы, представляем. А куда они могли быть направлены? Были они могли быть направлены в сторону Выборгского шоссе нынешнего, нынешнего села Агарского. Спустя годы этот дом повторил судьбу многих таких же. Он стал, по сути, коммуналкой, коих еще осталось немало в курортном районе. Но эти дома являются хранителями истории, и нам, живущим в 21 веке, пока еще крупно везет, что прогуливаясь по Сестрорецку, мы можем историю эту пропускать через себя. Все меньше этих дач остается, и те, которые мы еще видим, хотелось бы как можно быстрее узнать их историю, пока мы еще видим их, пока нам еще не приходится показывать только фотографию. И этот старинный дом, он привлекал внимание тем, как красиво он стоит. И жизнь наша становится гораздо богаче, как мне кажется. Ведь когда ты прогуливаешься даже в одиночестве, ты уже не в одиночестве. Ты можешь разговаривать с этими домами, ты можешь представлять ту жизнь, которая шла здесь за этими стенами. Ты можешь вспоминать отрывки из стихов, из литературных произведений. Просто вспоминать о том, какая шла здесь жизнь. Ведь это безумно интересно, мне так кажется. Помимо того пласта исторического, в котором мы сейчас живем, у нас появляется объем. У нас появляется объем. Перед нашим внутренним взором возникают и иные картины. Это уже не плоскость, это уже объем. Мне кажется, это важно.